Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Кто в первый раз зашел ко мне на страничку, мой никнейм Ванила Мария пишется с тремя буквами L и без пробела. Сегодня у нас будет видео о пустых баночках. Я надеюсь, что вы пустые баночки любите так же, как и я, потому что для меня это самое классное видео, в котором можно выплеснуть огромное количество эмоций. Для меня это некая медитация, потому что я бегу с радостью выкидывать все пустые баночки, я освобождаю место под новую косметику. И так или иначе, это реально самое классное видео в бьюти-сегменте. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к видео о пустых баночках, нравятся они вам или не нравятся, считаете вы их полезными для себя или нет. Ставьте лайки этому видео, если вы любите все-таки видео о пустых баночках или вы любите видео о пустых баночках на моем канале. А я вам буду рассказывать наконец-таки о всех тех продуктах, которые у меня закончились. Также хотелось бы сразу сказать моим подписчикам именно извиниться за мое отсутствие. К сожалению, весна, витаминоз, и я немного проболела, поэтому не смогла снимать для вас видео. Но мы снова входим в график, в этом видео будет выходить регулярно, не переживайте, никуда я не пропала, ничего со мной не случилось. Но я очень рада, что вы у меня есть, что вы побеспокоились обо мне немного, стали писать, куда же я пропала. Это очень приятно, правда. И все, начинаем, хватит уже разглагольствовать, что же у меня за последнее время закончилось. Я в последнее время тестировала белорусскую косметику, какие-то продукты покупала, потому что сейчас на ютубе бум белорусской косметики. Очень многих блогеров есть видео об этой косметике. Я, естественно, как истинный бьюти-блогер, а как, точнее, как такая обезьянка в чем-то, мне сразу тоже все надо, я тоже стала покупать какие-то белорусские продукты. Так вот, это спрей-вуаль для лица от марки Markel. У них вышла линейка Bio Helix. Это линейка на муцине улитки, на слизи улитки, на секрете ее. То есть от корейцев они переняли эту тему. В общем, данный спрей, вообще линейка классная. В ней есть крутые, достойные продукты. Я вам позже в каких-то видео, наверное, об уходе за лицом расскажу о них. Данный конкретно спрей для лица, это просто водичка, ничего более. Ничего интересного в этом средстве нет. Вам я его не советую. Ну, точнее, она стоит там рублей 200, вот до 200. Но, честно, можно найти термальную воду лучше, можно найти какой-то тоник, который будет хотя бы как-то подготавливать вашу кожу к дальнейшему ходу. Это средство не делает ничего, поэтому вообще нет, не советую. Следующий продукт это цветочная водороза от Spivac. Я какое-то время болела прям маркой Spivac. Я скупала там все, и гидрофильные плитки, и для тела, и средства для лица, маски, там много чего я пробовала. И вот как раз в тех временах остались остатки цветочной воды розы. Если вы любите органические продукты, если вам... Если идет органика, то, да, советую, потому что это действительно классный продукт, он очень хорошо увлажняет, прям вот от этого продукта, от этого гидролата. Такое чувство, что вот прям весь гидролат, он как-то втягивается в кожу, и действительно как изнутри ее увлажняет. Мне очень понравился этот эффект. Цветочная вода у меня не вызывает никаких последствий негативных по сравнению там со всей остальной органической косметикой на лице. Поэтому мне нравилось пользоваться данный продукт, я советую. Следующий продукт у меня от марки Secret Kate, это корейская марка. У меня средство для снятия макияжа, это гидрофильное масло с лимоном. То есть в нем было, помимо стандартного именно свойств гидрофильного масла, но также отшелушивало кожу. Было заявлено, что он будет отшелушивать кожу, убирать омертвевшие клетки. И в принципе, да, после данного средства оно хорошо, достаточно смывало макияж с кожи, оно плохо справлялось с макияжем глаз. Это на самом деле первое гидрофильное масло, которое действительно, оно вот хорошо очищает кожу, прям вытягивает все из кожи, оно снимает косметику, оно очень хорошо отшелушивает кожу, кожа очень гладкая, но при этом оно очень тяжело справлялось с макияжем глаз. То есть вот именно с тушью. Вот тушь это вообще средство не брало никак. То есть оно размазало, превращало в панду, поэтому приходилось мицеллярной водой досмывать потом макияж глаз. Поэтому если вы используете какие-то серьезные тональные продукты, но при этом у вас не очень тяжелый макияж глаз, там буквально какая-то легкая тушка, какие-то там легкие тенюшки, то возможно оно и будет справляться. А если вы все-таки любите комфорт в снятии макияжа, вы не хотите на это тратить много времени, танцевать с бубном, то, наверное, нет, не советую. Хотя вот именно как оно снимало макияж, снимало тональное средство, как оно работало с кожей, мне понравилось. Там такое спорное средство, тут смотрите сами. Но я бы, наверное, выбрала другое гидрофильное масло все-таки. Следующий продукт, которым я закончился, это консилер от Estee Lauder. Это Ideal Light. Это, по-моему, консилер. Его уже сняли с производства. Он был предшественником BB консилера, который есть у них сейчас. Классный продукт. Очень хорошо действительно маскируют круги под глазами. В нем достаточное количество подсвечивающих частичек. Они делают глаза сразу более распахнутыми, более отдохнувшими. И я думаю, что в ближайшее время я как раз-таки попробую обновленную версию именно BB консилер, потому что я слышу огромное количество положительных отзывов о данных продуктах. Но этот консилер мне очень нравился. Он мне служил много-много лет. Я его недавно открыла, отрыла в своих закромах и с удовольствием добила просто. Следующее, что у меня здесь есть, это маска. Маска от Misha. Это была гидрогелевая маска. Она, по-моему, в России вообще не продается. Эту маску мне подарила моя дорогая подружка. Она ее купила в Сеуле в Дьюти Фри. Знаете, честно говоря, вот после использования этой маски у меня даже возникла такая завиральная идея, как это было в экипаже в последнем шестнете. Поехать в Сеул и купить этих масок. Потому что это что-то нереальное. Это бомба. Она с кожей делает что-то вообще сверхъестественное, потому что кожа становится гладкая, красивая, увлажненная, напитанная. Я такую свою кожу, я такой красивой не видела никогда. Это что-то нереальное. Это просто бомба. Она вот все ресурсы кожи, видимо, вытягивает прямо изнутри. Она сияет здоровью, она очень красивая. Мне не хотелось делать после этого с кожей ничего. Она была просто прекрасна сама по себе. Поэтому если вдруг вы где-то встретите в Дьюти Фри данные маски, именно с муцином улитки от Миша, берите не глядя. Просто вот не глядя, берите коробку на год вперед, вы не пожалеете. Это лучшая гидрогелевая маска, которую я пробовала за всю свою жизнь. Это просто вообще что-то нереальное. Опять закончились у меня любимые мои матирующие салфетки для яйца. Сету. Мне нравится. Здесь 50 салфеток хватает на долгую, удобную вот такую вот... Удобная упаковка, потому что она не занимает практически никакого места в косметичке. Обычные такие салфеточки, они, в общем-то, двухсторонние, тоненькие. Ими легко пользоваться, они никак абсолютно не затрагивают макияж, не добавляют какого-то припудренного эффекта. Просто убирают жирный блеск с лица. Мне очень нравится, поэтому... Стоят они вообще там, по-моему, 99 рублей. Супер классные салфетки. Добила я принцесс-шампу от Миксит. Это был шампунь для роста. Честно говоря, ну, обычный шампунь. Мне больше понравился для брюнеток. Этот неплохой, но и чего-то такого прям сверхъестественного я от него не увидела. Ну, в принципе, к марке Миксит я отношусь достаточно положительно. Но думаю, что если в следующий раз я буду заказывать, либо я закажу какой-то новый шампунь, либо я все-таки выберу тот, который для брюнеток. Ну, этот он обычно нормально, хорошо промывал волосы. Наверное, сверхъестественного чего-то в нем не было. Также здесь у меня практически полная упаковка тонизирующего лосьона от Натур Сиберика для ежедневного очищения лица, увлажнения, баланс, для жирно-комбинированной кожи. Оно у меня простояло 3 года. То есть оно у нас произведено 3 месяца 2014 года. Вот ровно сейчас март 2017 года. Оно уже все умирает, судя по срокам годности. Оно у меня простояло ровно это время. 3 года оно у нас стояло. С Натур Сиберикой у меня не сложились отношения. Меня не забивает поры, не дает никакого эффекта. Мне не нравится. Поэтому полностью упаковка летит в помойку спустя 3 года. Ничего не могу сказать. Следующее, что я наконец-таки добила, это Биотерм 100 мл. У меня такая мини-версия была тоника для сухой кожи. Тоник для сухой кожи содержит алкоголь. По-моему, дальше можно уже не говорить ничего. Ну, тоник сам по себе неплохой, но он содержит спирт. Поэтому мне было, как сказать, не очень, не то, что не очень комфортно. В принципе, он достаточно приятный. Но просто сам факт, что спирт он сушит кожу, а он содержится в средстве для сухой кожи, мне как-то вызывало какой-то легкий диссонанс. Само по себе средство приятное, приятно пахнет. И, ну, в принципе, у меня сложилось от Биотерм достаточно двоякое впечатление. По идее, это уход, это не дешевый уход. Но что получает моя кожа от этого ухода, я не поняла. Так, в принципе, приятно, неплохо. Крем у них тоже пахнет персиком. Очень приятный, классный. Он именно такой защитный, как пленка ложится на лицо. Это классно, когда зимой там на улице минус 20, вам нужно чем-то защитить свою кожу. Но что этот уход действительно несет для кожи, что он с ней делает, я не поняла. То есть, как именно... Мне сейчас в последнее время, я поняла, что нравятся продукты, которые как-то меняют мою кожу. Здесь я этого не заметила. Я сейчас поняла, что у меня на самом деле еще огромное количество баночек, и их хватит на целое видео, поэтому я думаю, что мы не будем растягивать эту часть. Я с вами сейчас попрощаюсь, и в следующей части мы продолжим разговор о пустых баночках, о тех продуктах, которые я закончила. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие из продуктов вы пробовали, какое у вас у них сложилось мнение. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои видео. Также подписывайтесь на меня в инстаграм, мне будет очень-очень приятно. И все, всех вас люблю, целую. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока!